Мы на ее венок сделаем, оденем. Бантиков навяжем. Будет красивая. Журналистка, а перед камерой, волнуется. И новый недоуздок примеряет тоже с большой неохотой. Необычное имя для подопечной придумала хозяйка, доярка Галина Куликова. Просто по году рождения корову полагалось назвать именно на восьмую букву алфавита. А обнова по случаю субботней поездки на ярмарку. Там журналистке доверили всю ферму представить, потому что она – корова по всем статьям положительная. Она очень хорошая корова. Ест, все дает хорошо. Телята у нее тоже хорошие телочки. Хорошая она следственность. Мама была хорошая у нее. Живность и большую, и маленькую на ярмарку в областную столицу привезут впервые. На предстоящих выходных центр Вологды превратится в торгово-выставочный комплекс. Основные действия развернутся на трех площадках. Площади революции, Кремлевской площади и выставки деревянного домостроения у моста 80-летия. И впервые в этом году ярмарка станет итоговой для районных. Обычно проводим, что приезжают у нас торговые предприятия, мы их расставляем, начинают торговать. А здесь каждый район привезет фермеров, сельскохозяйственные предприятия, продукцию фермеров, продукцию сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающие промышленности. И под единым таким каким-то брендом района они будут себя представлять и позиционировать. Не один человек, вот у вас, вот четыре человека стоят. Картофельные завалы здесь разбирают целой бригадой. В одном из пригородных хозяйств Вологды к ярмарке готовятся уже несколько дней. Урожай этого года уже весь на складе. Осталось убрать только капусту. И можно окончательно утверждать списки продукции на продажу. На ярмарку мы повезем картофель, порядка трех с половиной тонн капуста, ну полторы-две тонны и свеклы, наверное, возьмем пятьсот килограмм ориентировочно. По ценам? По ценам, ну приблизительно двадцать рублей, наверное, будет капуста, в районе семнадцати рублей картофель и свекла пятнадцать рублей. Кстати, у предстоящей ярмарки направление не только гастрономическое. Для развлечения зрителей разработана большая концертная и интерактивная программа. Радовать вологодского зрителя будут более пятидесяти творческих коллективов со всей области. И гармонисты, это и народные фольклорные коллективы, это и танцевальные коллективы. Ну и, конечно, надо отметить то, что мастера представят свои народные промыслы, которые сделаны руками мастеров с глубинки наших районов. Кстати, настоящий вологодский продукт станет площадкой не только для продаж и развлечений, но еще и для переговоров. В ходе ярмарки в правительстве Вологодской области планируется подписание ряда соглашений между сельскими производителями и крупными розничными сетями Вологды и Архангельска. Оценить все новшества вологжане смогут в предстоящую субботу. Ярмарка начнется на площади революции в 10 часов утра и продлится до пяти вечера. По такому же графику настоящий вологодский продукт будет работать и в воскресенье. Людмила Маленина, Максим Ташковец, Новости Вологды.